Ни форточки не открыть, ни проветрить, ничего. Задыхаешься. Утро на ночь, допустим, даже откроешь форточку проветрить и квартиру. Ночью просыпаешься от того, что дышать нечем. Дышать нечем. Это как-то так. К счастью для всех, кто просматривает это видео, запахов, которые витают в воздухе в районе консервного завода, не ощутить. Вот и наши съемочные группы, прибыв на место, почувствовать их в полной мере не удалось. Хотя дышать по нашему восприятию уже было нечем. Однако, по словам проживающих здесь людей, услышанные нами ароматы, цветочки, ягодками, они травятся каждый день. По ощущениям горожан, дыхаемый ими воздух превышает предельное количество выбросов вредных веществ и представляет большую угрозу для их жизни, приводя к многочисленным болезням, начиная от аллергии, заканчивая смертельным исходом. С нашего микрорайона хоронятся вообще люди. Вот, вы представляете, все, и дети у нас стали страдать. Мы сами, я вот с декабря месяца болею, не могу вылезти, понимаете, что то одно, то другое и так далее. На протяжении шести лет охтубинцы, проживающие на территории консервного завода, предпринимают все попытки, чтобы спастись от опасного для их жизни соседства. Всех, кто собрался здесь, сегодня объединяет одно – желание раз и навсегда закрыть отравившее им жизнь хранилище. Для этого охтубинцы переходят от слов к делу, направляя жалобные письма в различные инстанции, вызывая экспертов. Так, в прошлом году сюда приезжали специалисты Росприроднадзора, Роспотребнадзора. Однако превышение вредных веществ в результате их проверок обнаружено не было. В этом году охтубинцы вновь инициировали проверку. Сегодня в наш город прибыли областные специалисты. Сотрудники Росприроднадзора сняли пробу воздуха в трех точках. Там, где, по их словам, удушающий запах ощущался больше всего. Это побудитель расхода газа, аспиратор ПУ-4 и автономный аппарат имеет в себе 4 канала расхода газа от 2 литров и от 1 до 2 литров, от 2 до 20. Он по скорости бросается через поглотители, абсорбируя в нем тот или иной компонент. Эти пробы будут обрабатываться в лаборатории и передаваться в Росприроднадзор. Там считают превышение и на основе этих превышений будут уже меры принимать. Результаты экспертизы будут готовы через 15 дней. Однако уже сейчас жильцы близлежащих домов уверены, проверки вновь ничего не обнаружат, поскольку предприятие, по их наблюдениям, незадолго до прибытия специалистов прекратило свою работу. Надо мерить тогда, когда они работают. Они уже все знают, они процесс остановили, ни одной, видите, ни одной цистерны нет. А так приходят 4 цистерны одновременно, 2 раза в сутки. Значит, 8 цистерн за сутки они обрабатывают. Греют, а открытым способом греют. Как это открытым способом? Они открывают люки в железнодорожных цистернах, запускают туда шланг с паром под давлением, и вот это все там греют, бодолит. И сколько пара туда? Пустили в эту цистерну, столько и вышло, только не пар уже вышел. И запустили 10 кубов, а уже вышло не 10 кубов, а 10,2 куба, потому что еще вышли пары с тефтепродуктов. Плюс ко всему они же сливают в наземные емкости, их две здесь, тоже открытые, и тоже греются таким же открытым способом. И потом это все с подземных емкостей двух переливается, перекачивается насосами в автоцистерны. И увозятся. Мы выезжали за одной машиной и доехали до Копьяра. Она пошла дальше, потому что говорит о том, что они возят печное топливо, отапливают какие-то там котельные, гарнизоны. Это все блеф. Это что, лапшу на уши вешают, и все. Эти вещи все идут на переработку. Волгоградскую область, Волгоград и Волгский. На вопрос, откуда мужчина знает такие подробности, сказал, что провел свое собственное расследование. О том, что данное предприятие, помимо своей лицензированной деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов первых и четвертых классов опасности, занимается также перекачкой и подогревом мазута, уверены и остальные жители 400 квартир. Помимо страха получить опасное заболевание, ахтубинцы опасаются также пожара, который может случиться в любую минуту. Они уверены, противопожарные правила сотрудники хранилища не соблюдают. Этими и другими опасениями ахтубинцы поделились в официальном письме с прокурором Астраханской области. В своем обращении они акцентировали внимание представителей обвинения на проведении независимой экспертизы спонтанно в ночное время суток. Требуем объективного, но в то же время положительного решения вопроса для жителей микрорайона консервного завода города Ахтубинска о полной ликвидации ООО «Эковтор», расположенного на улице Маяковского. В случае неказания соответствующей помощи в решении вопроса оставляем за собой право на вынужденное проведение массовых акций протеста в установленном законном порядке с привлечением федеральными СМИ, телевидения федерального, обращения в Генеральную прокуратуру, ФСБ России и президенту России. Если не принимаются меры, я вам говорю, что мы будем выходить на пикеты, мы будем перекрывать автострады, потому что все, мы не хотим здесь умирать, у нас идет смертность, смертность увеличивается с каждым годом.